Дэнди! Дэнди! Мы все любим Дэнди! 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 Играют все! Здравствуйте, любезные мои друзья, поклонники компьютерных игр и всего, что с этим связано. Катриджи, приставок, журналов и, конечно, всевозможных прибамбасов, которые все больше и больше появляются в магазинах Дэнди. Ну, а что же нового будет в сегодняшней нашей программе? Давайте посмотрим. Новые возможности геймбоя и новые приключения двух довольно старых брундучков. Волшебные путешествия леммингов и баскетбольные баталии на 8-битных площадках. Те же мячи-игроки, только бит с 16-битной колокольной, забавные подземные жители и всепобеждающий воздушный принц. И, наконец, шлюмпфет для Супер Нинтендо. Сразу вас удивлю. Видите, вот эта штука, которая вставлена в приставку Супер Нинтендо. Для вас она совершенно новая реальность. Ну, а для меня уже привычный инструмент для работы, потому что это называется Супер Геймбой. Что это такое? Поведаю. В одной из наших прошлых программ, кажется, даже в прошлой, я обещал вам рассказать, каким образом мы умудряемся показывать вам игры для геймбоя, потому что с маленького экранчика на приставочке их очень трудно показать при помощи нашей камеры. Вот нам помогает приставка Супер Геймбой. Это такое вот устройство, напоминающее картридж для Супер Нинтендо. По-моему, бестолковый новичок наверняка примет это за картридж, засунет его в приставку, включит старт и ничего не увидит, потому что игры никакой в этом нет. Игра находится здесь, в обычном геймбоевском картридже. Вы, конечно, можете играть в эту игру и на своем маленьком геймбое, но если вам надоело черно-белое изображение, или просто надоел геймбой, или вы хотите видеть геймбой на большом экране, все это вы можете сделать, приобретя приставочку Супер Геймбой. Вставляем туда картридж для геймбоя. И, о чудо! Сейчас я покажу вам несколько игр, о которых вы даже и подумать не могли. Супер Геймбой в действии. Прелестная выдумка инженеров-электронщиков фирмы Нинтендо в очередной раз поразила наше воображение. Настоящим чудом представляется нам то, что черно-белые картриджи для игры Геймбой, о которых мы рассказываем в каждой нашей программе, могут быть цветными. Мало этого, они спокойно совмещаются с вашей гордостью, приставкой Супер Нинтендо. Если вы, предположим, начали свой путь в мире новой реальности именно с дешевого карманного аппаратика и накопили за год, скажем, 10 картриджей, то, перейдя во взрослый разряд игроков и заимев большую приставку, вам не надо будет первое время заботиться о новых картриджах для неё. Устройство Супер Геймбой позволит вам насладиться уже надоевшими играми, посмотреть на них другими, если хотите, цветными глазами. Ну и возможности поменяться с товарищем игрушками тоже многократно возрастают. И ещё одна немаловажная деталь. Вы можете записать свои победы на видеомагнитофон, а потом хвастаться перед своими одноклассниками искусством геймбоиста. Вот сколько радостей от одной маленькой пластмассовой штуковины. Вот чем и гордится фирма Нинтендо и, соответственно, фирма Дэнди. Потому что все товары этой фирмы, я имею в виду Нинтендо, так или иначе друг с другом совместимы. Геймбоевские картриджи совместимы с Супер Нинтендо. Скоро появится 32-битная Супер Нинтендо, которой будут, как я знаю по секрету вам скажу, подходить картриджи от обычной Супер Нинтендо. Ну, в смысле, я имею в виду 16-битной. И, например, вот такая штука, которая тоже совместима с приставкой Супер Нинтендо. Это называется Супер Нинтендоскоп. Что это такое? Это своеобразный гибрид автомата, пулемета, лазерного ружья и базуки. Вот это чудо техники. Видите, никакого провода от него нет. Он на батарейках. И вот так, прицелившись, вы можете играть в любые Супер Нинтендовские игры, я имею в виду стрелялки. Бегая по комнате, падая, переворачиваясь, залезая на шкаф и стреляя со шкафа. Как же осуществляется связь между этим аппаратом и самой приставкой? А вот как. Вот что такое Нинтендоскоп. Маленькая коробочка, а здесь инфракрасный датчик. Такой, как находится на ваших телевизорах, такой, как находится в сигнализациях на папиных автомобилях и так далее и тому подобное. Обычный инфракрасный датчик. А от инфракрасного датчика тянется шнурочек. Шнурочек. О! Шнурочек. И у него есть вход. Мы вставляем его в приставку Супер Нинтендо. Ставим на телевизор. Вот как будто это телевизор. И теперь уже, ставив батарейки, конечно, Нинтендоскоп, включаем кнопку и... Как и всякое оружие, нинтендовский Нинтендоскоп нужно сначала пристрелять по мишени, выстрелив в самый ее центр. И тогда, тогда из шести игр, которые включены в прилагающийся к Нинтендоскопу картридж, вам будет очень трудно выбрать самую любимую. Посудите сами. В этой вам приходится стрелять по вражеским ракетам и не всегда с первых выстрелов удается поразить цель. Видите? Это я стреляю мимо, а вот теперь попал. Ну, а здесь вы становитесь командиром самолета-истребителя и поражаете своих противников, заходя им в хвост. Тоже не очень простая задача, поверьте мне. на этот раз на вас напали металлические крабы из космоса и норовят разрушить вашу базу. Если вы твердо держите в руке Нинтендоскоп, то вам не грозят и эти подземные жители, плюющиеся в вас ядовитым огнем. Бейте их по голове и все дела. Ну и, конечно, тот катридж, который вы только что видели, прилагается к устройству Нинтендоскоп и представляет вам возможность использовать вот этот вот аппарат на всю катушку. Ведь есть игры для Супер Нинтендо, в которых нет непосредственно стреляльного эффекта. Там нужно ходить, бродить, а вот пострелять нет. В этом катридже все в порядке. Дальше. Давайте-ка вспомним что такое приставка Дэнди. Та самая приставка, именем которой называется все на свете. Знаете, что смешно? Когда я спрашиваю у ребят, чем они увлекаются, во что они играют, они все говорят, я играю в Дэнди, я играю в Дэнди. Когда я начинаю спрашивать, что же такое, какая у них приставка, оказывается, что приставкой Дэнди называют любые 8-битные и даже 16-битные приставки, не думая о том, что Дэнди они не называются. С одной стороны, это неправильно, а с другой стороны, почему бы нет? Ведь Дэнди стала практически уже нарицательным именем, и этим именем называют все, что играет с телевизором, все, во что можно засунуть картридж. Для фирмы Дэнди и для самого слона, мне кажется, это приятный момент. Давайте-ка и мы вставим в приставку Дэнди новый картридж. По китайским иероглифам я ничего понять не могу, но по картинке видно, что это баскетбол. Похвально, похвально. Это мы сказали в адрес безымянных разработчиков этой игры для приставки Дэнди. Не часто в 8-битном формате мы встречаемся с таким качеством картинки, с такими шумами, а главное, с такой адекватностью движения игроков. Со словом адекватность у вас могут быть проблемы, так что объясню. Это когда игроки и вообще все, что движется по экрану, подчиняются вашим движениям и желаниям. В идеале, такая адекватность должна быть во всех играх, но на самом деле это не всегда происходит. Как я уже говорил, в 8-битном формате меньше всего спортивных имитаторов. Бьюсь обзаклад, что кроме бильярда, который спортом ты не назовешь, и какого-нибудь примитивного футбола, вы ничего не вспомните. Так что появление баскетбола в этом формате большой подарок всем любителям диванного спорта. Давайте посмотрим, на что способны 8-битные Скотти Пиппины и Майклы Джорданы. Баскетбол. Такой вот 8-битный баскетбол. Отрадно, что в формате 8-бит появилась еще одна спортивная игра, которых в этом формате, как вы знаете, мало по сравнению с Супер Нинтендо и с Сегой. Слово Сега сорвалось у меня с губ, а значит, сейчас рассказ именно об играх для этой приставки. Давайте начнем рассказ о 16-битных играх для Сеги со спортивного имитатора и тоже с баскетбола. Просто пока у вас свежи воспоминания о Дендзевском баскетболе, вы сможете сравнить возможности 8-битного и 16-битного процессора. Вставляем этот картридж в приставку и включаем ее в сеть. Поехали. За 16-битные качество изображения звука надо платить сложностью игры. Это баскетбол матч между командами Chicago Bulls и Suns. Говоря по-русски чикагские бычки и солнушки. Представляете, как смешно называлась бы наша русская команда, если бы она носила имя солнушки. Никто бы, наверное, в такой команде играть не стал. А Suns звучит довольно солидно. Так вот, мы с вами на первой минуте матча 22 секунды осталось до конца первого периода. Счет 2-0. Мы играем против компьютера, компьютер нас чешет. Что поделать, это вам не восьмибитная гонялочка, тут все гораздо сложнее. Тут нужно разбираться в стратегии, нужно знать качество каждого игрока и, безусловно, нужно часто обращаться к тренеру, который встроен в игру и иногда появляется на экране и говорит что-нибудь такое умное. Типа, ну что же вы, ребята мои? опа. Доказательством того, что этот картридж является настоящим и поддельным, служит вот эта вот голографическая наклеечка здесь в углу картриджа. В лучах света эта картинка играет и если трудолюбивые поддельщики могут, в принципе, и сделать и картридж, и коробку, и даже инструкцию, то вот такую наклейку им подделать, конечно, не удастся. Это доказательство супероригинальности и суперреальности этого картриджа. Дальше давайте бросим на время сеговский формат и запихнем в приставку Super Nintendo какой-нибудь новый картридж. Их у меня здесь три. Раз, два, три. Вот с третьего и начнем. Die Schlumpfe. Напомню вам, что Die Schlumpfe или по-английски Smurf, а по-русски Gnome есть и в формате Game Boy. А сегодня у нас в гостях Schlumpfe в супернинтендоском формате. Смешно звучать Schlumpfe, да? Повезло немецким детям. У них такие смешные названия Schlumpfe Die Heinen Zweinen Ну, а у нас это просто Gnome. Gnome отправляется в путешествие. Где мой джойстик? Вот мой джойстик. Поехали. Все немецкие и английские словари пролистали мы и затерли до дыр в поисках обозначения слова Schlumpfe или Smurf в английском варианте. Ничего подобного там нету. Ну и судя по картинке и по приключениям этого забавного карапуза, можно понять, что он из породы грибной. Да и живет он, смотрите, сами в таких вот смешных домиках сыроежечках. Цвет кожи этого малыша вызывает опасения и тревогу у врачей-педиатров. Но не бойтесь, дорогие доктора, это ничего страшного. Он ничем не болен и ничем не заразился. Просто у них в деревне все с такой кожей ходят. Вот и друг его пролетел, видите, на крыльях. Только почему-то пнул его ногой и отнял немножко энергии. Из окон постоянно выливают всякие помои. Хоть гриб и любят сырую атмосферу, это нашему герою не по душе. И вообще в довольно дружелюбной на вид деревне все норовят как-нибудь ущемить его грибные маленькие права. Передача наша разнообразная, игр огромное количество, и поэтому поклонники приставок Дэнди снова приникли, просто прилипли носами к экранам. Потому что я вставляю в приставку Дэнди картридж Чип и Дэйл, третья часть. Вряд ли найдется среди вас кто-нибудь хотя бы, кто не знает, кто такие Чип и Дэйл. Чип и Дэйл это спасатели, это американские бурундуки, которые устали есть орехи, воровать пшено, и решили заняться настоящим мужским делом, спасать из беды различных несчастных людей и зверей. Вот чем они занимаются в третьей серии своих приключений. Опа! Чип и Дэйл спешат на помощь. Задание разрушить подземную артиллерийскую базу противника. Ничего себе! Помните, как эти милые создания в прошлых сериях своих приключений мирно тусовались под столами на кухнях до подвалах. Ну, а общая идея милизации проникла и сюда. И сегодня в третьей части своих похождений Чип и Дэйл заправские вояки. Можно сказать зеленые береты, если к Бурундуку подходит такое название. Задача у них сходная со многими играми. Ну, и в первом ряду стоит, конечно, катар-бумеранг. Только гораздо сложнее. Это стреляльная бродилка с видом сверху. Но, если в катаре можно было ходить только снизу экрана вверх, тут возможностей гораздо больше вправо, влево и по диагонали. Естественно, тоже. Но, кто бы мог подумать, что Бурундук может быть таким грозным боевым офицером. И снова на просторы 16-битного нинтендовского процессора. Супер-Нинтендо. Настоящее японское качество. Технология, не имеющая аналога. Супер-игра, в которой ты повелитель. Будь хозяином новой реальности. Уже сегодня в магазине Дэнди по всей стране совершает игровая система. Супер-Нинтендо. С появлением все новых игровых систем можно с уверенностью сказать, еще очень нескоро появится на рынке видеоразвлечений что-нибудь подобное приставки Супер-Нинтендо. И действительно, если полгода назад Супер-Нинтендо было нечто среднее между чукотским заклинанием и латышским ругательством, то сегодня это уже реальность. Сегодня почти в каждом доме есть эта приставка. Ну, а если ее там нет, то там в этом доме живет мечта о ней. С появлением приставки Game Boy внимание игроков несколько переключилось на этот формат. Ну, конечно, положил в карман и пошел в школу. Ни тебе электроэнергии не надо, ни проводов. Но сколько бы лет не прошло, никогда маленький черно-белый Game Boy не сравнится со своей великой матерью приставкой Super Nintendo. Ну, а для того, чтобы Super Nintendo стала для вас реальностью тоже, фирма Dendy прилагает немало усилий. Напомню, что в магазинах торговой сети Dendy цены на картриджи и на приставки значительно снижены. Если вы там давно не бывали, сходите, они вас приятно удивят. Эктрейзер 2. Разрушитель возвращается, фантастическая графика, невероятная завораживающая музыка, стопроцентный экшен, то есть движение, действие. Ныряйте в мечту или в кошмар. Вот тут создатели игры, фирма Enix, предлагает вам окунуться или в кошмар, или наоборот в мечту. Это уж зависит от того, насколько вы хорошо играете и чем в конце концов для вас эта игра закончится. Эктрейзер часть 2. Первую часть мы не видели, но и бог с ним. Начнем сразу со второй. Можно с уверенностью сказать, что авторы этой игры увлекались в детстве и юности скандинавскими легендами и мифами Древней Греции. А иначе бы откуда у героя этой игры была такая мебелунгская внешность и икарские крылья. Вот на стыке этих двух легенд и возникла игра Актрейзер. Вооруженный всепоражающим мечом и всезащищающим щитом герой игры отправляется в дальнее опасное путешествие в каких-то романтических джунглях. Далее путь его идет в развалинах старого замка. Кругом пылает пламя, а любопытные драконы так и норовят узнать, что у Актрейзера внутри, под кожей. Но при вашей ловкости и смекалке у них ничего не должно получиться. Крайне я на это надеюсь. Ну, а что касается качества изображений и музыки, то тут Актрейзер выходит на вершины поистине диснеевской мультипликации. Фу! Для меня эта игра стала настоящим кошмаром, потому что оказалась невероятно сложной, но тем не менее интересной. Для вас, чем она окажется, не знаю. Посмотрите сами, когда ставите картридж в свою приставку. я надеюсь, у вас уже у многих по сравнению скажем с временем полугодовалой давности есть дома приставки Super Nintendo. Ну, а у кого их нет, те о них только мечтают. Мечтают, сидя у своей восьмебитной приставочки Dendy. Есть игры неувидающие, игры, которые будут жить вечно. К ним, конечно, не относятся, я думаю, DuckTales или Batman, а вот игра Lemming наверняка будет жить годы и годы, потому что, во-первых, она очень интересная, а во-вторых, она очень сложная. И в нее играет, я даже знаю, взрослый, потому что там нужно думать головой, нужно соображать, нужно сопоставлять различные явления, события. Ну, что долго рассказывать? Давайте-ка мы посмотрим. Те, кто знает эту игру, лишний раз напомнят себе о ней, а те, кто никогда ее еще не видел, я уверен, заразятся вот этой вот крысиной лемминговой болезнью. Признаюсь честно, если по какой-либо трагической случайности вдруг в один ужасный день все приставки в мире исчезнут с лица земли, все картриджи испарятся, и останется только одна приставочка Дэнди Джуниор и только один картридж Лемминги, и то, я не буду переживать, для меня игра Лемминги номер один среди всех восьмибитных и шестнадцатибитных игр. Потому что именно с этой игры я начал серьезное знакомство с миром новой реальности. Именно в этой игре я впервые понял, что в компьютерных развлечениях есть место мозгам, соображению, догадливости, логике, да чему хотите. Для начинающих игроков игра Лемминг не представляет никакого интереса, она слишком сложная для них. Ну а те, кто вкусили радости новой реальности, никогда не забудут о этих маленьких крысках и о том, на что они способны. Оставляем картридж Леммингов в приставке, потому что мы больше о восьмибитных играх сегодня рассказывать не будем. А продолжим рассказ о шестнадцатибитном формате. Следующая игра для Супер Нинтендо. Называется она Battle Clash. Battle Clash по-английски боевой кулак, боевая перчатка с шипами, можно так как это перевести. Это такая драковская драка производства фирмы Супер Нинтендо и при этом имеет возможность подключения Нинтендоскопа, о котором я рассказывал в самом начале нашей программы. Давайте посмотрим, как в нее можно играть, а заодно насладимся Нинтендоскопом в полной мере. К бою готов! Пли! Создатели игрушки нажимают на патриотические чувства игроков. Дело в том, что эта игра американская и действие происходит в Нью-Йорке, родном американском городке. Подлые железные твари напали на бедный городок и разломали там все в клочья. Даже статую свободы повалили на бок. Знаете, очень трудно рассказать о том, что такое игра с Нинтендоскопом, потому что как рассказать об охоте, как рассказать о рыбалке, пока сам не поучаствовавши, никогда не поймешь прелести. Ну, представьте себе, что вы этот самый красивый юноша, что в нижнем правом углу экрана, а в руках у вас суперпотрясающая базука с неограниченным количеством зарядов. Вы знаете, что? Перед тем, как играть в эту игру, я забыл пристрелять Нинтендоскоп, а ведь это очень важно. Без этой процедуры вы никогда не добьетесь успеха и все ваши выстрелы будут лететь, что называется, в молоко. Вот как раз это сейчас у меня и происходит. Не пройдет и 10 секунд, как меня убьют. Давайте посмотрим и порадуемся за железных гадов. Че, все уже? Ух, классная штука и, увы, передача наша подошла к концу. Как не грустно расставаться, но придется. Не унывайте. Ровно через неделю у нас появится еще больше игр и еще больше всевозможных прибамбасов, о которых мы обязательно вам расскажем. Пока!